Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк, и мы продолжаем наш разговор о чемпионах мира по шахматам. Восьмая серия, восьмой чемпион мира. Восьмым чемпионом мира по шахматам стал кудесник из Риги Михаил Нехемевич Таль. Пусть и пробыл он на шахматном троне, так же как и седьмой чемпион мира Василий Васильевич Смыслов всего лишь год, обыграв в 1960 году Михаила Моисеевича Ботвинника, затем Таль уступил Ботвиннику в матч-реванше, но запомнился он шахматному миру своими искрометными комбинациями и пусть порой некорректными жертвами, но именно за них мы так любим игру восьмого чемпиона мира. Выиграв матч 1960 года, Таль стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам. Затем этот рекорд в 1985 году побил Гарри Каспаров, а в 2013 Магнус Карлсон. Но еще никто не побил рекорд самого молодого, по словам самого же Таля, экс-чемпиона мира по шахматам. Ведь в 1961 году Михаил Нехемевич именно таковым и стал. Визитная карточка сегодня из шестой партии победного матча 1960 года с Михаилом Ботвинником. Это воплощение, воплощение стиля игры Таля. Огонь на доске, невероятная жертва, которая согласно логике шахмат и затем, согласно анализам, не должна была проходить. Но за доской, когда ты сидишь, находишься напротив такого шахматиста, когда тикают часы, бежит время, а против тебя коршуном поблескивает глазами Таль. А провернуть такую игру мало кому удавалось, не удалось на сей раз и Михаилу Ботвиннику. Смотрим, как все начиналось и что же произошло в этой драматичной партии. Белые только что отошли ладьей на один. 21-й ход черных. И Таль начинает свою невероятную атаку. Конь Ф4. Да, согласно компьютерным оценкам и согласно анализам аналитиков тогда, в 60-м году, которые они сделали уже после партии, эта жертва была некорректной. Но, но, но партию черные выиграли. ЖФ, ЕФ. Если вы хотите потренироваться в расчете, расставьте эту позицию за белых и подумайте, как бы вы продолжили эту партию, играя вы белыми, если бы против вас черные отдали так фигуру. Ботвинник думал, я думаю, не так мало, но самый точный ход ему не удалось найти. Он сыграл слон Д2, отступил слоном на Д2. Ключ к разгадке позиции был смелый ход слона 7. Но не сразу, так как здесь после слона бьет А7, черные просто выигрывают фигуру назад, а предварительно включив ход А3. Сильнейший ход за белых после жертвы фигуры и принятия этой жертвы. Ход А3. Черные собирались ходить в ферзь Б3. И здесь слон А7. Но, уверяю вас, атака бы не закончилась. И Таль, безусловно, это видел и собирался ходить слон Е5. Отмечу, что ход Б6 здесь сразу же не выгоден черным, так как следует ферзь Д1. Менять ферзей для черных плохо, так как слон затем выйдет из клетки и белые останутся с лишней фигурой. А на ферзь Б2 следует ладья А2. И здесь жертвы ферзя не проходят. Например, ферзь С1, ферзь С1, ладья С3. И белые просто отступают ферзем. Правда, не так много полей для отступления есть. Понятно, что бить на Ф4 нельзя ввиду слон Е5. И поэтому, поэтому надо белым защищаться от хода Ф3. Ввиду всего этого отступать надо именно на Д3. И у черных недостаточная компенсация за ферзя пока лишь только ладья. Тут они, скорее всего, проиграют. Но в партии, скорее всего, после слона А7 последовало бы слон Е5. И вновь перед белыми трудная задача. Как защищаться? Черные угрожают пойти Ф3. Опять, очень хорошее упражнение. Как бы вы сыграли за белых? Расставляйте позицию на доске. Останавливайте это видео. И пытайтесь найти сильнейшее решение за белых. Оно единственное. Потому что если здесь отступить королем на А1, уже следует ход Б6. И ферзь Д1 в этой позиции уже проигрывает. Так как черные бьют на Б2. И после ладья А2 они уже могут пожертвовать ферзя. Либо путем ферзь С1, либо путем ладья С3. И сказывается положение короля на первой горизонтали. Поэтому король Х1 ход не так хорош после слона Е5. Как защищаться от Ф3 иначе? Если пойти слон Ф3 и перекрыться слоном, то здесь может последовать неприятный ход ладья А8. Хотя и после Б6 позиция не такая ясная. Но здесь все-таки ферзь Д1, ферзь Б2, ладья А2. И эта позиция жертвы ферзя все-таки в пользу белых. Скорее. Но вместо хода Б6 есть продолжение ладья А8. И проблемы со слоном на А7. После слона Б6 у черных есть ход ферзь Б6, ферзь С4, ферзь Ф2. И два слона и ферзь развивают решающую атаку. Через несколько ходов они поставят мат белому королю. Поэтому ход слона Ф3 тоже не сильнейший, так же как и король Х1. А верным решением здесь является ход Ф3. Важный ход. И выясняется, что после Б6, казалось бы, слона белых вот-вот поймают. Ферзь Д1 здесь тоже не помогает белым получить перевес. Но еще один. Еще один сильный ход надо белым найти. И вот этот ход поднять так же сложно, в принципе, как и предыдущие ходы. Это ход А4. Главное спасти слона. И как бы ни старались, здесь черные им не удается отыграть фигуру. Ну а пешка Ф3 блокирует все шансы черных на атаку. Например, если пойти ладья А8, С7 напасть на слона, то белые играют ладья А3, и после ферзь Б4 конь А2 избавляются от связки. И в конце концов этот слон выйдет на свободу. А он лишний. Это и должно сказаться. Но возвращаемся к партии. Этот вариант мало отношения к практической партии имеет. Потому что в партии идею с А3 и слон А7 ботвиннику не удалось поднять. Он сыграл слон Д2. И здесь черным, опять же, если исходить из строгого мнения компьютеров и анализов, следовало сыграть слон Е5. И этот ход, кстати, был записан Талем на бланке. Тогда разрешалось правилами предварительно записывать ход, а затем его делать. Но почему-то Таль в конце концов побил на Б2. Побил пешку на Б2. На слон Е5 белым надо было бы так же точно действовать, как и в предыдущем варианте, который мы разбирали после А3, Ферзь, Б3, слона А7. Здесь вновь неудачно. Попытка заблокировать пешку слоном. Черные забирают на Б2. И у них более чем достаточная компенсация. К тому же сейчас потеряется что-то из материала белых. Поэтому черным-белым обязательно после слона Е5 надо было играть Ф3. Но после Ферзь Б2, Конь Д1, Ферзь А1 возникала очень интересная и сложная позиция с непростым соотношением материала. Две ладьи против Ферзя и Коня. Да, материальный перевес на стороне белых, но партия могла закончиться тремя результатами. Таль же увидел очень интересную идею. И она его пленила. Он пошел Ферзь бьет Б2. Ботвинник отреагировал ходом ладья А, Б1. Наверняка он рассчитывал на то, что после слона Б1, ладья А, Б1, Ферзь С2 он сыграет слон Е4. Черным придется побить на Е4, Ферзь Е4. И здесь после Ферзь Д2, Ферзь Е6 он выигрывает двойным ударом. Но, в принципе, так и должно было быть по логике Ботвинника. Так и должны заканчиваться неподготовленные лихие атаки. Но каково же было его удивление, когда Таль сыграл Ф3. Этот ход выпал из поля зрения Ботвинника. И, видимо, настолько оказался неожиданным, что прийти в себя, успокоиться, посчитать варианты и вновь найти сильнейший ход он не смог. Он не смог и перешел в Эншпиль. Разменялся Ферзями в надежде на то, что этот размен упростит позицию. Да, он упрощает позицию, но делает ее практически незащитимой для белых. Надо же было принимать жертву пешки, побить на Ф3. И вновь мы переходим к варианту со слон Б1. Ладья Б1, ферзь С2, слон Е4. Что-то похожее мы уже видели. Ладья Е4, конь Е4. Вот этот важный ресурс надо было белым заметить. И здесь после ферзь Б1, конь Д6, внезапно черный король оказывается в очень-очень неприятной ситуации. Да, черные отбивают атаку белых путем ладья Ф8. И партия переходит в Эншпиль. Но этот Эншпиль уже выигран за белых. Очень далеко стоят фигуры черных. И белые успевают создать атаку на пешку Ф5. А также у них опасная проходная по линии Д. Сыграя бы Батвинник слон бьет Ф3, возможно, я бы не показывала эту партию. И кто знает, стал бы восьмым чемпионом мира Михаил Талли или нет. Но, но, все случилось иначе. После Ф3 удивленный и выбитый из колеи Батвинник играет ладья Б2. Но тогда следует ФЕ. Ладья Б3 и здесь ладья Д4. Много связок, и белым приходится отдавать материал. Они теряют фигуру. На слон Е3 следует ладья С3. Ладья С3, ладья Д1. Внезапно пешка на Е2 становится очень серьезной силой. В партии последовал слон Е1. Но тогда слон Е5, король Ж1. И здесь Таль мог выиграть изящным. Ладья бьет С3. Ладья С3, ладья Д1. И у белых нет защиты. Внезапно от хода слона Ф4, нападая на ладью, которая в свою очередь защищает слона на Е1. Но Таль сыграл слона Ф4, что тоже достаточно для того, чтобы получить выигранный эншпиль. Конь Е2, ладья С1. Конь Д4, ладья Е1. Слон Ф1. Ну и дальнейшая. Дальнейшая относительно просто. У черных два сильных слона и лишняя пешка. И нам остается только наблюдать за тем, как проводит свою техническую стадию этой партии Таль. Слон Е4, конь Е2, слон Е5, Ф4, слон Ф6, ладья Б7, слон Д5. Ладья С7, на ладья Б7 последовала бы ладья Е2. Нельзя брать пешку из-за такой достаточно простой тактики. Ладья С7, слон А2, ладья А7. Ну и здесь черные, наверное, обходят последнюю такую серьезную ловушку, которую белые ставят в этой партии. Ладья бьет Е2 по аналогии с предыдущим вариантом. Здесь ходить не стоит, так как это полностью выпускает перевес. У белых есть как возможность ладья А2 сыграть, так и, конечно, дать шаг промежуточный. И затем побить на Е2, что еще хуже. Тут придется черным долго и мучительно делать ничью. Ну, конечно, Таль на Е2 не съел. Пошел слон С4, ладья А8, король Ф7. Ну и здесь, опять же, можно, наверное, каким-то образом усиливать при желании игру черных. Но так или иначе, это связка и пешка лишняя проходная. Достаточно легко решают партию в пользу черных. Разменялись. Проходная Д стала проходной С. Ну и король с пешкой идут вперед. И здесь белые сдались ввиду того, что, например, после такого варианта белые съедают на А7, но черный проводит пешку С. И все может вот таким вот изящным образом закончиться. Черный король подойдет в белые ладья, шахи закончатся, и пешка станет ферзем. Что же, сумасшедшая партия. Некорректная жертва, которая привела Таля к победе в этой конкретной партии и к победе в матче на передство мира 1960 года. И он стал восьмым чемпионом мира. Таким он в нашей памяти и остался. С его яркими, искрометными, порой некорректными жертвами, которые приводили к победам. Как и всегда, жду ваших комментариев по поводу вашей любимой партии восьмого чемпиона мира по шахматам. Прощаюсь совсем ненадолго. Не болейте. Играйте в шахматы. С вами была Александра Костенюк. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok